Чтобы получить звание ветерана труда РФ, нужен трудовой стаж 25 лет для мужчин и 20 для женщин. Но не только. Самое важное – иметь признание заслуг в труде. Почетные ведомственные звания и знаки отличия федерального уровня. В каждой отрасли утвержден свой перечень таких наград. С ним можно познакомиться либо на сайте Минсоция, либо в районных отделах ведомства. Для ветеранов труда установлены денежные выплаты и льготы по оплате ЖКХ. Но меры социальной поддержки начинают действовать только по достижении предпенсионного возраста. 55 лет для женщин и 60 для мужчин. Размер ежемесячной денежной выплаты ежегодно индексируется. В настоящее время он составляет порядка 800 рублей ежемесячно. Размер ежемесячной денежной компенсации составляет 417 рублей. Но если расходы, которые гражданин несет по оплате жилого помещения, коммунальных услуг, превышают 50% от общего размера, то предоставляется дополнительная ежемесячная денежная компенсация. Ее расчет индивидуален в зависимости от конкретно понесенных расходов. Существует и звание ветеран труда Пермского края. Оно присваивается гражданам с трудовым стажем в 35 лет для женщин и 40 для мужчин, когда хотя бы половина этого стажа отработана в нашем крае. Звание ветерана труда краевого уровня дает право на ежегодную выплату в 6 тысяч рублей, но при условии, что доходы ветерана не превышают двукратную величину прожиточного минимума. Потому что при получении мер социальной помощи и поддержки действует принцип нуждаемости, поясняют чиновники. Оформить ветеранское звание можно в районных отделах Министерства соцзащиты. С собой нужно будет взять трудовую книжку, документы о наградах и знаках отличия. Специалисты помогут определить, на какую категорию трудового звания ветеран может претендовать.